Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как раскрыть свой духовный, жизненный потенциал. У каждого человека он на самом деле огромен, большой. Только важно дать ему возможность раскрыться, выйти наружу, чтобы он проявился. И в этом плане важно чувствование себя, то есть заниматься тем, что действительно тебе по душе, по нраву. И когда делаешь это, то тогда происходит раскрытие потенциала и проявляешь свои настоящие способности, те, которые есть в тебе. Это идет от души. Вот вчера мы говорили в видео о том, как чувствовать себя, о том, как принимать корректные решения. Это все об этом же. То есть потому что, когда человек действует осознанно, корректно, у него происходит раскрытие потенциала. Вот вы наверняка видели, да, люди, которые действуют действительно искренне от души, и у них идет такое проявление, у них есть энергия для этого. То есть они делают это не ради денег, не ради славы, а потому что это идет через них. Да, это получается не у каждого. Но когда человек нашел это, важно это реализовывать. Это не обязательно может быть музыка или написание каких-то произведений или искусства или еще что-то. Это может быть в любом деле. Даже человек-каменщик или, например, повар, это тоже может быть любимым делом. У каждого это что-то свое. Если вы чувствуете, что это идет от вас через вашу душу и хочет проявляться, вот это и есть оно. Дайте ему возможность проявиться. То есть не сдерживайте его. Не надо что-то делать только потому, что кто-то так сказал, или это сказали родители, или это нужно для того, чтобы получать деньги. Делайте ваше любимое дело. И тогда вы будете раскрывать свой жизненный потенциал. Это будет и для вас здорово, и для всех. Потому что вы уникальны. И вы можете проявиться именно таким образом, донести до людей то, что есть в вас. А если вы начнете делать что-то другое, то, соответственно, вы не донесете этого. И пострадаете, и вы будете подавлены. И пострадает мир вокруг вас. Потому что он тоже не будет, скажем так, признавать вас. И вы не донесете в него то, что могли бы донести. Ту вот радость жизни, которая есть в вас. Это действительно, на мой взгляд, очень важный момент. Когда вы его реализовываете, то вы чувствуете вдохновение, и оно увеличивается, увеличивается. Я, например, так чувствую, когда провожу людям процессинг. Когда помогаю им находить себя, находить то, что у них не работает, и исправлять это. Приходить к новым озарениям. Когда я вижу улыбки, увижу озарение у человека, у меня у самого становится легко на душе. Потому что мы – это единое целое. И когда у другого происходит улучшение, оно происходит у меня и у всех других. И поэтому, когда говорят, да, что надо делать? Начинайте с себя. То есть, прежде всего, я очищаю себя, свой разум, тело, душу. Вот, делаю сессии. Потом помогаю другим. Помогаю близким очищаться, да. Когда у них становится лучше, я действую все дальше и дальше. И так расширяю свое внимание, свое намерение на всю Вселенную. И так может делать каждый. То есть, это не что-то такое сугубо эзотерическое. На самом деле, создавать любовь, пространство любви в сердце – это доступно каждому человеку. Если уделять этому хотя бы один час ежедневно, можно пять минут, но один час этого будет достаточно для того, чтобы наш мир преобразился. Вот, с любовью в сердце вам не будет необходимости наносить вред ни себе, ни другому. Не нужно будет что-то причинять, грубить, делать что-то, что вам не нравится. Вы будете чувствовать эту любовь. И она будет вас окутывать и оберегать. И, соответственно, она будет помогать вашим близким тоже в изменении, в улучшении состояния. Попробуйте это. То есть, начните это делать. Это очень простая практика. Здесь даже не надо копаться где-то в прошлом, находить какие-то случаи, проводить раскопки или обращаться к Создателю. Здесь просто вы, как творец, как сотворец этой Вселенной, вы создаете любовь в сердце. И чувствуете ее, наполняетесь ей. И дальше вы чувствуете, как эта любовь распространяется на все другие создания, миры. И вам становится хорошо, и вы становитесь осознанным, счастливым и радостным. И когда вы такой, то здорово не только вам, но и здорово другим людям. Вот в этом и есть счастье, на мой взгляд. А напишите, как вы думаете в комментариях к этому видео. Напишите ваше мнение, что вы видите с счастьем, как вы реализовываете свой жизненный потенциал. Это очень важно. Двухстороннее общение, когда что-то, допустим, я доношу вам, а мне интересно, как ваше мнение. Таким же образом я планирую продолжить прямые эфиры на моем канале YouTube. Я теперь их буду делать небольшими такими, да, то есть где-то полчаса, чтобы можно было действительно донести свою точку зрения, рассказать немного больше о том, как я вижу улучшение качества жизни. И самое главное, обратная связь. Это ваши вопросы, где можно будет ответить на них и, собственно, понять, как мы можем взаимодействовать. Я открыт для общения. Все мои контакты под этим видео и можно смело писать мне в любой соцсети, добавляться в друзья и писать ваши вопросы, комментарии, записываться на бесплатную консультацию. То есть все это вполне возможно и реально. Давайте, как обычно, мы сделаем небольшую практику. Закройте глаза, сядьте в удобном месте, где вам удобно, закройте глаза и почувствуйте пространство. То есть ощутите его, создайте его. Ощутите себя в этом пространстве, как сознание. Ощутите ваше тело в этом пространстве. Вот и когда вы почувствуете это, то создайте то, что вам хочется делать в этом мире. Или почувствуйте это. Возможно, вы это уже чувствовали неоднократно. Просто увеличьте эту чувствительность. Дайте этому выйти, раскрыться, чтобы это проявилось через вас. Чтобы оно начало реализовываться. Сначала в вашей вселенной, потом оно постепенно переходит в общую реальность, в общую вселенную. Если что-то вы чувствуете, появляются какие-то суждения, что мне это не получится, там, это не по мне, или там, другие меня не одобрят. Посмотрите, откуда идут эти суждения, исправьте с ними. То есть рассмотрите, как есть вот эти случаи, где они образовались. Это как раз и есть метод процессинга. Когда мы рассматриваем что-то, как есть, оно исчезает. Вот это простая методика. Я ее применяю уже достаточно давно, в течение 20 лет. Помогаю людям исправлять негативные состояния, увеличивать особенность. И дальше, когда справились, расширяйте это состояние, увеличивайте его, чтобы вы могли осознанно распространять вот это вот, то, что вам нравится. Что бы это ни было ваше увлечение, распространяйте его и чувствуйте, как вы его практикуете, как вы им занимаетесь, и как оно вас раскрывает. И увеличивайте, раскрывайте вместе с ним. Когда почувствуете, что вы достигли пика, предела, что вы действительно готовы реализовывать это желание во Вселенной, поблагодарите себя, Вселенную, Создателя, и наполните пространство любовью, радостью, счастьем. Скажите, свершилось, свершилось, свершилось. Благодарю, благодарю, благодарю. Этим вы, как бы, закрепите, или точнее, поблагодарите Вселенную за то, что это произошло. Главное, почувствуйте это в полной мере. И тогда это начнет реализовываться во внешней Вселенной. Главное, не тормозите это, отдавайте ему эту реализацию. И наблюдайте, как это происходит, свидетельствуйте это. Вот на этом мы будем завершать это видео. Если оно вам понравилось, то поставьте отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписчик, включите колокольчик для напоминания о новых видео, они выходят на канале ежедневно. Конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями, я уверен, оно будет тоже им полезно и интересно. Добавляйте в друзья в соцсетях, также в описании моей книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление», где я рассказываю о процессинге и о создании Вселенной. Рекомендую вам их к прочтению. Вам желаю всего доброго, счастья, гармонии. А пока посмотрите те видео, которые появились на вашем экране, они о процессинге счастья, о том, как улучшать качество жизни. Мой сайт, где можно почитать много интересной информации. Подписка на мой канал специально для вас, чтобы вы могли зайти и подписаться. Всего доброго и до скорой встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok